Я вам покажу, откуда готовилось нападение, а теперь он рассказывает, что, выявляется, Польша и Украина не хотят нападать. Тобто, как это так вышло? Ну, это профессиональный лжец, который занимается этим профессионально уже на протяжении как минимум 29 лет. Хотя, если вспомнить его предыдущую биографию, все всегда и говорили, что он этим занимался всю жизнь. Если мы говорим о том, что он меняет риторику, а раньше он нам доказывал, что угроза идет со стороны Польши, со стороны НАТО, Соединенных Штатов Америки, со стороны Украины, которые вот-вот нападут на территорию Беларуси для того, чтобы оккупировать. Польша должна была оккупировать всю западную Беларусь, как свои польские крессы. Украина также позарилась чуть ли не до Минска. То есть, даже Литву он сюда приписывал. Я вспоминаю 2020 год, что F-16 стартует с Литвы в направлении Беларуси. А сейчас он говорит о том, что нападения не будет, но при этом одновременно заявляет о планах размещения тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Говорит, никто нападать не будет, но чтобы все-таки не напали, нам необходимо ядерное оружие. И я буду вам объяснять, для чего это надо. Потому что это является фактором сдерживания от того же нападения. Ну, понимаете, сразу же извращенная логика в его заявлении вчерашний день присутствует. Он понимает, какая аудитория перед ним в ветке. Он понимает, что нужно им говорить. Он понимает, что в Беларуси есть достаточная часть его сторонников. Она, конечно, не больше половины, которая это все покупает. И он этот нарратив будет дальше продолжать. Я вообще-то за мир, но все равно все-таки надо иметь ядерное оружие для того, чтобы на нас не напали. В нужный момент он будет говорить то, что надо. Но это хамелеон просто, ну, согласитесь, да? Пане Полоте, те, что доверять словами Лукашенко не доводится, это однозначно. Потому что все, что он говорит, мало того, что это брехня, он просто перекручивает очевидные факты. Скажите, пожалуйста, про перекидание ядерного оружия. Насколько вы имеете информацию, насколько вы владеете какими-то, возможно, инсайдами, что цей процесс распочатый, и что, правда, варто ожидать на появу ядерного оружия российского на территории Беларуси? Я считаю, что этот сценарий реальный, потому что это не только слова. Если себе представить, что после всех этих громких заявлений Путина Лукашенко этого не делают, для этого необходимы будут весомые причины. Что может быть такими причинами? Ну, причина может быть отказ, например, стран Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки помогать Украине. Или отказ Украины от контрнаступления. Мы можем с вами представить такую историю? Уверен, что нет. Исходя из этой логики, нужно смотреть, что эти планы будут реализовываться. Возможно ли инструменты, которые могут остановить это решение Путина и Лукашенко? Я на сегодняшний день не вижу, потому что Запад занимает позицию из общего подхода ядерного сдерживания. Размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси не меняет с точки зрения ядерных угроз. Государством НАТО ничего. По крайней мере, в ходе встреч, которые я проводил в последнее время и в Берлине, и в Варшаве, и с послами различных государств здесь, в Варшаве, они говорят именно об этом. С другой стороны, никто не вписывает в эту ситуацию проблему самой Беларуси. Ведь размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси мало того, что рисует мишень на нашей карте, так и это увеличение российских войск, которые будут охранять это тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. А это, наверное, не батальон, это полки. Опять же, это потенциальное введение в любое время дополнительного контингента вооруженных сил России в случае, если, например, надо будет подавить белорусские протесты. Потому что в последнее время коммуникации с белорусами показывают, что белорусы не поменяли свои отношения ни к Лукашенко, ни к войне. Они являются абсолютными антагонистами этого усатого диктатора. Да, он может опираться на сельские районы, он может опираться на депрессивные районы Беларуси. Там почему-то, как ни парадоксально, у него есть такие сторонницы, которых мы видели сейчас. Если мы говорим про Минск или про областные центры, там абсолютно ничего не поменялось. С точки зрения подготовки сделано уже много. Это и самолеты, это и летчики, и это искандеры, это, он заявляет, и полонезы. Все расчеты, все офицеры прошли соответствующее обучение, как и летчики, так и тех ракетных войск. С точки зрения размещения, ну, у нас была информация о том, что начата подготовка соответствующих объектов на Беларуси. Я не готов сейчас сказать, как она выглядит в настоящий момент. Но мне кажется, что практически там на 80-90% готовность к тому, чтобы ядерное оружие появилось в территории Беларуси, есть. Но пока они используют этот аргумент для того, чтобы добиться тех целей, о которых я сказал вначале.